Славим Господа за все милости Его, за все благо Его. Слава Господу. Даже за то, что мы сейчас здесь. Кого нам прославить? Господа славим. За то, что Он дал эту возможность, что мы приходим, вот так встречаемся. А главное, с Ним. Приходим к Нему. Чудный наш Бог. Я вам обещала, что мы будем продолжать нашу тему. И действительно, мы будем ее продолжать. Вы знаете, она у меня в сердце не кончается. Не знаю, как вы думаете об этом, рассуждаете или нет. Но я не могу остановиться, не могу успокоиться. Я хочу, чтобы Бог расширил все мои пределы. И чем больше я об этом думаю, тем больше я вижу, что надо расширять. Так много пределов, которые надо раскрыть, раздвинуться. Да, и мы сейчас будем говорить с вами еще об одном пределе, который тоже надо раздвинуть. Напомню вам, Осия 10.12. Сейте себе вправду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа. Чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Сегодня я хочу поговорить о границах нашей веры. Вы знаете, что и границы веры тоже мы должны раздвинуть, расширить. Потому что и они у нас тоже сужены. Мы не можем никак выйти за эти пределы, за эти границы веры. И сегодня мы хотим, мы должны понять, осознать это. Что мы не можем познать Господа, если будем жить в этих ограничениях. Я хочу, чтобы мы обратились с вами вот к Авраму. Мы часто вспоминаем веру Аврама. Надежду Аврама. А вы задумываетесь над тем, что за вера была у Аврама. Какая? Она была ограниченная вера у него? Или он вышел за границу своих пределов? Вот посмотрите, конечно, без терпения, без любви это вообще невозможно. Но вот как говорит Павел, к римлянам 4, 18. Он сверх надежды поверил с надеждой. Через что сделался отцом многих народов? По сказанному, так многочисленно будет семя Твое. Как вы думаете, когда говорится сверх, это что значит? Если вот нальем стаканчик воды, сверх, что будет? Вый выйдет за границы этого сосуда, правда? И здесь говорится, что сверх надежды, сверх веры. То есть, говорится о том, что выйдет за пределы. А как она вышла за пределы? Если мы читаем Аврама, то мы видим, как она вышла за пределы. Что ему пришлось прожить? А что ему пришлось пережить? Чтобы вышло за пределы. Это ему пришлось много пережить, прожить, много терпеть, правда же? Пока его вера, его надежда человеческая не подошла к пределу. Чтобы потом за этот предел зайти и опять продолжать верить и надеяться и ждать. Пока была надежда на собственные силы. На собственные возможности. Были его пределы веры. Мы же всегда вот так определяем. Мы можем, мы дождемся, мы, мы, понимаете, вот наши пределы. А когда только надежда на наши возможности кончается, более, вроде как, и не на что надеяться. Вроде как, больше не во что верить. Тогда получается расширение. Тогда получается сверх. Вышли за пределы. За пределы человеческих возможностей. А когда мы выходим за пределы человеческих возможностей. Во что мы входим, как вы думаете? В никуда? Не, мои дорогие, мы входим в сферу возможностей Бога. Понимаете? Когда выходим за возможности человеческие, мы входим в сферу возможностей Бога. Именно в совершенном терпении и расширяются наши возможности. Еще раз прочитаю. Он сверх надежды, поверил с надеждой. Через что сделался Отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя Твое. И не измокший в вере. Вот это есть терпение. Он не помышлял, что тело его почти 100-летнего уже омертвело. Если мы хотим двигаться верой, мы не должны помышлять физически и материально смотреть. Он не помышлял, не допускал такой мысли, что и утроба Сарына омертвела. И не колебался в обетовании Божьем. Не верим. Но прибыл тверд в вере. Воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Говорится, вот потому и вменилась ему в праведность его вера. Также и про Сару говорится, что и Сара могла принять исполнение обетования только чем? Своей ограниченной верой в своих пределах возможностей она не могла бы. Но именно верой, которая вышла за пределы человеческого понимания даже. как говорится про Сару, верой и сама Сара. Будучи неплодна, получила силу к принятию семени. И не по времени возраста родила. Почему? Ибо знала. Понимаете, как интересно? Почему? Ибо знала. И это очень важный момент. что верен обещавший. Почему? Просто потому, что физиология у нее такая? Нет, потому что знала, что верен обещавший. Вы понимаете, что такое вера? И потому от одного, и притом омертвевшего, родилось так много, как много звезд на небе. И как бесчислен песок на берегу морском. И если бы Сара не вышла за пределы собственного представления человеческих, естественных возможностей, через нее бы не совершилось. чудо Бога через нее бы не совершило. Вы знаете, как Бог нуждается в том, чтобы мы вышли за пределы нашей веры. Человеческой веры. И вошли в веру Божью. Говорится, имейте веру Божью. Надо выйти за пределы человеческой. То есть ее пределы человеческой веры вышли за пределы человеческих возможностей. Куда вышли? Еще раз хочу повторить. В сферу возможностей Божьих. Хотите что-то творить чудесами? Надо выйти в сферу возможностей Божьих. Только так совершаются Божьи чудеса. Когда наши пределы расширяются. Выходя в духовную сферу Бога. Вы знаете, как интересен наш Господь. Сколько мы молимся, я не знаю, как вы, я все время молюсь, но мне кажется, мы по вторникам молимся. Мы хотим, Господи, войти в Твою реальность. Молились так? Мы хотим войти. Вот Он показывает, как можно войти. Надо расширить свое понимание и свою веру. Нашим ограничением мы войти в Его реальность не можем. От того, насколько мы расширяем свои пределы веры, и будет зависеть то, что будет происходить с нами и что будет происходить через нас. Необходимо расширить пределы доверия Богу. Вер, доверие, верить в свою жизнь, чтобы увидеть чудеса. Однажды к Иисусу привели одержимого мальчика к парням. Отец привел, если вы помните этот случай, никто не мог освободить его сына, и он просил Иисуса. Знаете, это очень интересный момент. Иисус обратился к Отцу с такими словами. Марк 9, 23. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Зачем Иисус ему это сказал? Что он имел в виду? Верил ли этот Отец, который привел? Я думаю, что Бог хотел сказать ему, Иисус, что надо выйти за пределы своей веры. своего представления. Потому что у него уже были пределы установленные. Как по-человечески он воспринимает это все. Для того, чтобы совершилось чудо, он должен был выйти за свои пределы. То есть, когда подходим к Богу и ждем чуда, мы должны выйти за пределы человеческих возможностей в сферу Божьей реальности. И чудо совершилось. Бес вышел, подкинул тело, но до этого у Отца не было веры. Они были, как бы вера была в пределах. В чем он верил? Он подошел к Иисусу. Он верил, что Иисус учитель. Что Иисус пророк. Но он сильненько сомневался, что Иисус для него может это сделать. Мы видим это из слов. Когда Иисус ему сказал, если что-нибудь чуть-чуть можешь верить, веруй, все возможно верующим. И что ответил ему Отец? Он воскликнул со слезами. Верую Господи, помоги моему неверию. Что ж ты веришь тогда? Помоги моему неверию. Верую Господи, что ты Господи, верую, помоги моему неверию. Что со мной это произойдет? Не могу верить. Кто в этом случае себя узнает? Сколько раз мы вот так подходим к Богу? Мы верим, что Бог все может. Что Он всемогущий. Мы даже слышали, как Он там изгонял, там исцелял, там чудеса творил, там кормил. Но у нас сердце, помоги Господи, не верю, что это произойдет со Мною. А Иисус говорит, если сколько нибудь можешь веровать, все возможно верующим. То есть Иисус видел, что Он не верит. Отец нисколько не верил. А Иисус говорит, сколько нибудь, нисколько не верил. Знаете, я вам честно говорю, очень многие подходят нисколько не верят, что получат. Помолитесь за меня, у меня это болит, нисколько не верят, что получат. Их вера лимитирована. У них есть вот как бы предел, что ну да, где-то есть, ну а вдруг, ну. Но надо выйти за свои пределы, что ты себе представил и как ты себя ограничил. как сказано, но допросит с верою, немало, не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. не получит. Почему? Оказывается, надо все-таки иметь веру. Веру хоть сколько-нибудь. Что Иисус может сделать для тебя. Не только в общем, где-то когда-то. Просить заведомо не веря, значит не получить. Я хочу, чтобы вы это услышали. когда вы просите заведомо не веря, не получите. Вы должны подходить с верой. Понимаете? Мы своими ограничениями ограничим не только себя, но действия Бога для нас и в нас. Мы рамки строим, барьеры. И живем в этих рамках, в этих ограничениях. Замыкают они нас. Нас ограничивают. А Бог, как был безграничен в своих возможностях, так и есть. Он как был всемогущий, так и есть всемогущий. Так что не Его надо в наши рамки впускать, а нам надо раздвигать наши рамочки. Мы должны свои пределы расширять. пределы нашей веры, чтобы выходить из ограничений, нами же установлены в сферу Бога, всемогущества Бога. Нам надо вот такую Божью веру приобретать, безграничную. Надо раздвигать наши границы, выходить в сферу Бога. Абрам не изнемогший вере. Мы иногда молимся, 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 молимся. Ну что и ничего. Абрам не изнемог вере. Не допускал помышления. Ну как же, ведь все говорит о другом, уже постарел, уже это. Для Бога это ничего. Если Он сказал, понимаете, Он не почитал, не почтил, не посмотрел, что я уже столетний, уже омертвевший. Не допускал мыслей. Как я хочу, чтобы мы приобрели такую веру. Как у Абрама, как у Сары. Вот они раздвинули эти границы, показали нам пример. И эти раздвинутые границы дали Богу всевозможность совершить чудеса. Хорошо, мы скажем, у них было обетование. Что будем говорить о Данииле? Он не имел обетования от Бога, что во рве со львами он будет сохранен. Но он у себя расширил границы веры. Если Бог всемогущий, а я Ему служу, я с Ним, я преданный Ему, Бог может сделать так, что львы на меня даже не посмотрят. Даниил вышел за пределы возможностей человеческих своей верой. Даниил 6 22 Бог мой послал ангела своего и заградил пастель вам и они не повредили меня, потому что я оказался перед ним чист. Все, что надо. Потому что я оказался перед ним чист. И при тобой царь тоже, Я не сделал никакого преступления. Все, понимаете? И он пошел вот этой верой. Он не паниковал, не упирался, он пошел этой верой. И своей верой Даниил находился в атмосфере реальности Бога. Знаете, как прекрасно, да, вроде как страшно, но прекрасно ходить в атмосфере реальности Бога. когда вокруг тебя что творится, а ты в сохранности. Вокруг пандемия, а мы здесь. А мы в сохранности. Почему? Мы выходим за пределы возможностей человеческих в сферу Божьего всевозможности, Божьей всевозможности. надо научиться ходить в сфере Божьей реальности. Вы думаете, просто так Бог нам это дает? Вы не догадываетесь, куда он нас ведет? Мы молились, молились, он нас ведет в свою реальность. Те, которые пойдут, зайдут в нее. Мы будем жить в этом мире, но в его реальность. Так ходили все апостолы. Так ходили все мужи и жены веры. Также трое юношей. Не имели обетования, они тоже. Не имели обетования, что они останутся живы, даже если в огонь войдут. Но они знали все могущества Бога. и они знали, что если они будут просто верить, они будут сохранены. Даже если Бог решит, что это такое у них, переход такой, все равно они с Богом. мне нравится их ответ царю. И отвечали Седрах Месах и Авдинага и сказали царю Навахудоносору. Нет нужды нам отвечать тебе на это, почему они не поклоняются идолу. А почему нет нужды, и так знаешь. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Как им такое в голову пришло? Вот если вы увидели сейчас раскаленную печь, и вас должны туда брось. Как им такое в голову Они просто верой вышли из ограничения человеческих возможностей. смело сказали. Бог которому мы служим силен спасти нас от печи раскаленным огнем. И от руки твоей царь избавит. Но если же и не будет того, то да будет известно тебе царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся твердостой. Знаете как? Как Бог любит, когда мы вот так стоим, верим. Как Бог любит, когда мы вот так доверяем Ему. Все равно мы сделаем так, как хочет Бог. Все равно мы не поклонимся этому миру, не поклонимся этому истукану, ничему не поклонимся. Мы верой входим тогда в Божье присутствие, в Его сферу. Это без сомнения, у них не было сомнения, неверия некого. Они не знали плана Бога, о своей судьбе, но они верили, что Бог силен, сохранит именно их. Верили в возможности нереально. именно для них. Не абстрактно где-то кто-то когда-то Бог где-то, а для меня. Бог реальный для меня. Кто верит, что Бог реальный для тебя? Если ты принял это верой, тогда выходи к Нему. Выходи к Нему из своих рамок. Они верили в возможность и в реальность Бога. Вот только это расширяет пределы твоей веры до сферы реальности Бога. И они вышли за эти пределы. За пределы человеческих возможностей в сферу возможностей Бога. сломали в своем представлении все барьеры и ограничения. Вы понимаете, как это важно? Научиться надо. Перешагнуть. Иногда надо перешагнуть те барьеры, какие мы сами себе установили. Если мы этого не сделаем, мы останемся в рамках. Вы должны поверить, Бог может сделать все лично для вас. Он лично ваш Бог. Блажен человек, как мне Бог сказал, у которого Господь есть Бог. И он сказал мне это несколько раз, чтобы я услышала. Если ты тот самый человек, у которого Господь есть Бог, ты блажен. Почему? Потому что у тебя Господь есть Бог. Всемогущий. Это вера, понимаете, которая выходит за пределы человеческих ограничений. Мы имеем такую границу, через которую мы упираемся, в которую мы упираемся. Нашим разумением, нашим сознанием мы упираемся. Но если мы не перешагнем, мы не войдем в сферу Бога. Мы должны войти туда. Бог хочет, чтобы мы разломали все пределы, все границы, чтобы мы вышли к Нему. Вы знаете, сколько чего можно говорить на эту тему. Сколько чего, а как вышел Петр? Вышел и пошел по воде. Пределы перешагнул, понимаете, возможности человечества. И как мы понимаем, так мы двигаемся. Насколько мы позволяем расширяться этим границам, настолько мы и расширяем. Когда мы с какими-то обстоятельствами сталкиваемся, они нас сразу замыкают. если мы будем позволять это, мы останемся в этих обстоятельствах. Когда мы осознаем, что нет, мы должны выйти. Верой выйти из этих обстоятельств. Вот я хочу прочитать вам, это немножечко длинное, к евреям, но о вере. в том освящении, какое я вам говорю сейчас, давайте прочитаем эти слова. Говорится про Моисея, верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Почему? Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Вы понимаете, что такое выйти за пределы веры? Это видеть невидимое и уже совершенным. Те, которые видят невидимое уже совершенным, они двигаются. А те, которые видят только то, что физическими глазами можно увидеть, стоят. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Вы понимаете, не было, не обо что опереться, просто вот он услышал от Бога, что Агнца надо принести в жертву, помазать косяки, и губитель пройдет мимо народа. Вы слышите, да? Что кровь Христа сейчас тоже на наших домах, на наших сердцах. Верой можно только пройти, чтобы губитель прошел мимо и вас не коснулся. как это? Выйти за пределы твоего понимания и разумения. Мы живем в интересном мире. Если вы не будете верой выходить за пределы возможностей человеческих, вы будете трястись, бояться, потому что будет еще больше и больше вокруг совершаться. верой. Совершил Пасху верой. И всему народу сказал, народ, не надо бояться, сейчас будут крики, смерти будут вокруг. В каждом доме будут смерти. Нигде это как-то в каждом, но вас не коснется. Те, которые помазали косяки кровью, просто сидите тихо, кушайте Пасху и приготовьтесь к освобождению. Хорошо? Мои дорогие, вот так было. Верую перешли они через Черное море, как посуши, на что покусившись египтяне потонули, потому что они не верили. они потонули. Как же, ну они же так же пошли. Они не верили, они просто пошли. А те, кто верили, прошли верой. Как посушить. Верой упали стены ерихонские. По семидневному обхождению, что они раскачивали стены. Как некоторые говорят, это такой был ультразвук, у них, что все непали. А что же этот ультразвук они везде не употребляли, что все вокруг падали. Это были обычные трубы, которыми они трубили, созывали то на битву, то на рот поговорить. Вера сделала это. Почему? Они вышли верой за ограничение понимания человечества, что это невозможно. Они вышли и вошли в реальность Божьих возможностей. И вот этой верой шли Богу все возможно. И семь дней ходили Богу все возможно. А мы будем только славить Господа. А под конец мы все закричим Ура, Аллилуйя. И стены пали. Ерихона неприкосновенного и толщиной не знаю какой стены. В этих стенах дома были. Верой Раф блудница с миром приняла Саглятатаев и проводив их другим путем. Не погибла с неверующими, с неверными. Еще что скажу. Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках. Которые верой побеждали царства не силой, не множеством, не колесницами, верой побеждали царства, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки и на войне прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные замучены были, и не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье, то есть был и такой куч, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, верой. И это тоже верой, потому что они не сдались. Какая вера была? Были и побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемые пытки, умирали от мечей, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Откуда у них была эта сила? Человеческая сила это невозможно. Они верой вышли в сферу Бога, и это все стало для них возможным. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Верой. Да, и остается задать вопрос, какой верой? Верой, которая вышла за пределы человеческих представлений. это есть сверх вера. Сверх вера, сверх надежда, сверх доверия, все сверх, сверх, сверх. Это не человеческое. Это уже Божья вера и доверие в духе и надежда уже духовная. Вышли за пределы. вот когда совершаются чудеса. Хотите, чтобы чудеса в вашей жизни совершались? Тогда надо выйти за пределы своих человеческих представлений. Когда мы подходим к пределу нашей веры, что мы должны сделать? Остановиться? Нет. Мы должны выйти. Мы должны перешагнуть через эти пределы. Расширить, раздвинуть. Когда мы раздвигаем и расширяем, запомните, мы входим в возможности Бога. Если вы остановитесь, уперлись в пределы своей возможности, вы никогда не увидите сверх естественных чудес. все, что для нас сверх естественно, сверх, все это уже за пределами. Это Божья реальность. Для Него это реальность. Это Божья сфера. Если хотите видеть чудеса в своей жизни, а еще и творить их, войдите в Его реальность. Живите в Его сфере, в Его возможности. и будете видеть чудеса. Все, которых перечислили, кого не перечислили, их очень много, которых можно назвать верующими, они не верили плотской верой, но верой Божьей. То есть это вера, которая была за пределами. То есть она была в Божьей реальности. все они жили в Божьей реальности. Мы молимся о том, чтобы жить в Божьей реальности. Те, которые молятся, которые этого захотели, надо выйти туда. Мои дорогие, надо выйти. Понимаете, Бог хочет этого, Он ждет. Кто выйдет за пределы человеческих возможностей и просто довериться возможностям Бога. Кто поймет, что Бог реальный на словах, осознает, что в твоей жизни реальный Бог. Ты тот народ, для которого Господь есть Бог. Аминь. Давайте помолимся с вами. И я вам скажу, это не конец. Это не конец, мои дорогие. Бог удивительный чудный и призывает войти в его реальность. Наш любимый Господь, я так благодарна тебе за все, за то, что ты выводишь нас, за то, что ты слышал все молитвы, может быть, годами произнесенные, месяцами, неделями, неслимой. Не знаю, я потеряла время, но я все время мечтала об этом. И ты говоришь и показываешь, где твоя реальность, где твоя сила в реальности проявляется. Ты хочешь, чтобы мы в этом ходили и жили. Благослови церковь, те, которые услышали. Дальше поведи, помоги, помоги, чтобы все пределы расширились, все, не частично какие-то, все. Во имя Иисуса просим Тебя наш Господь, наш Бог. Ибо Ты Господь наш Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы разглашаем это, что Ты наш Бог. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Слава Богу. Сейчас мы с вами принесем Ему пожертвования, принесем Ему дары, десятины. И вы знаете, я сегодня читала Сирах и Сирах пишет, когда отдаете десятины, с весельем это делайте, с радостью, потому что только такое Он принимает. Будьте благословены. Блэст.